Ровно неделю назад в России стартовала прививочная кампания против гриппа и УРВИ. Об этом мы говорили в новостях 5 сентября. За 7 дней в нашем регионе вакцину сделали более 65 тысячам человек. 10 тысяч из них – дети. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. Всего в Верхневоложье планируется привить 560 тысяч человек. Те, кто еще не сделал прививку, волнуют вопрос, стоит ли вводить вакцину себе и своим детям, спасет ли она от заболевания. Мы провели сравнительный анализ, как с начала вакцинации менялась ситуация с заболеваемостью в эпидемиологический сезон в мире. В нашей стране также узнали мнение профильных специалистов на этот счет. По статистике, каждый год гриппом заражается десятая часть населения земного шара. Больной на несколько недель выпадает из привычной жизни и активно спонсирует фармпромышленность. Эксперты подсчитали, курс лечения от гриппа этой осенью обойдется как минимум в 5000 рублей. С каждым годом количество россиян, которые делают прививку, растет. Так, в 2012 году вакцину ввели 37 миллионам 700 тысячам человек, а уже в 2018 почти в два раза больше — 70 миллионам 900 тысячам. Заболеваемость гриппом в России с 1996 года, когда началась вакцинация, снизилась в 196 раз. Об этом заявила главный санитарный врач. По данным экспертов, вакцинация подарила населению Земли 20-30 дополнительных лет жизни. Прививка против гриппа дает очень высокую гарантию. У нас практически не болеют люди привитые против гриппа. И у нас нет летальных случаев среди привитых, что очень важно отметить. Если говорить о нашем регионе, то в прошлом году прививку сделали почти 45% населения. В предстоящий пиццезон планируется вакцинировать не меньше людей. 560 тысяч жителей области, в том числе более 128 тысяч детей. Перед нами стоит цель сохранить охват прививками против гриппа свыше 45% от общей численности населения и около 75% от групп риска. Это дети, лица пожилого возраста, старше 65, страдающие хроническими заболеваниями, лица призывного возраста и так называемые категории профессиональных рисков. Медицинские работники, работники общеобразовательных учреждений, работники транспорта и коммунальных систем. Прививки, по словам специалистов, лучше всего делать с сентября по ноябрь. Это наиболее благоприятный период для проведения иммунизации. Так как в это время регистрируются низкие показатели заболеваемости ОРВИ, не фиксируются случаи гриппа. А также имеется достаточно времени для выработки стойкого иммунитета, который развивается через 10-12 дней от момента вакцинации и длится до 12 месяцев. Специалисты подчеркивают, прививаться лучше ежегодно, так как состав вакцин обновляется с учетом циркулирующих штаммов. Прививка позволяет защитить организм от тех штаммов вируса гриппа, которые ожидаются в предстоящем эпидемическом сезоне. Это традиционно грипп А и грипп Б. Вакцина, которую мы используем для вакцинации отечественного производства, она содержит все актуальные компоненты, которые позволяют сформировать эффективный иммунитет. Первая партия в количестве 240 тысяч доз, 55 тысяч из которых предназначены для вакцинации детского населения, уже определены по медорганизациям нашего региона. Эпидемиологическая обстановка в Тверской области сейчас стабильная, констатирует Роспотребнадзор и находится на контроле ведомства.